Психология разобрались, это ключевые вещи. Даже если мы не назвали сейчас какую-то школу психологии, не волнуйтесь, это всего лишь продолжение Фрейда. Это попытка ответить на вопрос, как мне жить. Кстати, экономика тоже. То есть, по сути, Фрейд сформулировал этот же вопрос для экономики. И вот как этот ответ выглядит. Ну вот мы и замахнулись, как говорится, на Вильяма Шекспира, потому что лично для меня это был огромный спецэффект, потому что экономика это же такая крутая наука. Нет, это продолжение психиатрии. Давайте проверять. Итак, люди в интернете нам пишут, зачем нужна экономика. Чтобы постоянно создавать блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. Теперь внимание. Экономика помогает удовлетворить потребности человека в мире ограниченных ресурсов. Вот это самое главное. У нас есть потребности, а в мире ресурсы ограничены. Соответственно, о чем экономика? Ну, наверное, о том, как занять достойное место в этой жизни, да? Конечно. Самое-то главное. Как с этим жить? Занять достойное место в этом мире. А то ж потребности есть у всех, а ресурсы есть не у всех. Как там? Ведь это ж наш общий газ, да? Да. Мечты сбываются только у вас, да. Так вот, зачем нужна, понадобилась целая научная дисциплина, которой куча профессоров и институтов. По сути, зачем нужна экономика? Чтобы объяснить вам, рабам Божьим, почему в этой жизни вам вообще ничего не светит? Ресурсы ограничены, понимаем, у вас потребности, уважаем, но они ограничены, и вам ничего не светит. Вот об этом нам говорит экономика. Да, есть карьерная лестница, и это те места, которые вы могли бы занять в этом обществе. Другого способа занять место в этом обществе нет. А все, что вне карьерной лестницы, это что? Криминал. Хотите вы этого или не хотите? Поэтому welcome на работу, и arbeiten, 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 и, может быть, вас ждет повышение по службе, которое и будет тем достойным местом, которое вы могли бы занять в этом мире. Все очень просто, и самое главное, доходчиво. То есть, либо идем социально приемлемо, либо не социально приемлемо. Либо хорошо, но не приемлемо. Ну и, как вы понимаете, то, что говорят про социально приемлемо, никто этим не занимается. То есть, Анаредо Бальзак, за каждым большим состоянием стоит что? Преступление, да? Это сказал Анаредо Бальзак. А все великие говорили, что могу отчитаться за все деньги, кроме первого миллиона. И даже величайшие гарвардские экономисты, чем занимаются эти товарищи в Гарварде. Эти люди и есть те самые рупоры, воплощатели, да? То есть, те социальные метки, маркеры, на которых надо смотреть. Вот как можно занимать место на карьерной лестнице. Да, кто-то, если пытается что-то сделать другое, это криминал. И да, это, опять-таки, просто продолжение ответа на вопрос, как с этим жить. Вот как с этим жить. Либо пытайся двигаться по карьерной лестнице, либо... Иди в криминал. Иди в криминал. Следующий в ходе эксперимента. Мы искали корневик, у нас было много экспериментов. Была такая классная наука, как политология. Ну, наука о профессиональных преступниках, да? Это же только криминология, да? Изучать тех, кто попался. Неудачники, да. Неудачников, да. Профессиональные преступники изучают другая наука, политология, да. Ну, в интернете вам, конечно, напишут, что это типа наука о власти. Так вот, искали мы корневик в этой самой науке о власти. Пришли к следующему. Во-первых, наука это религиозная. То есть, ты там должен верить. Сейчас выясним во что. Итак, политология это наука о власти. Мы находимся в некой среде, в этой среде кто-то осуществляет некую власть, имеет властные функции. Почему-то. Что объясняет политология? Первое. Почему эта власть справедлива? Почему все сегодня вот так? И второе, она объясняет, почему вам этим точно заниматься не надо. Это так сложно. Ну, власть это такие высокие категории. Вам оно не надо. Вот то, что есть, оно и так справедливо. Поэтому не дергайтесь. Более того, вы должны понимать, политология очень крепко связана, за руку держит по другую историю. Вам нужно понимать, что вы на нее никак не повлияете, на этой самой власти. Она же сложилась исторически, так получилось. И, раз вы на нее повлиять не можете, но вы можете быть ей недовольны, а этого бы не хотелось, соответственно, вы должны поверить в то, что это вы такую власть создали. И тогда все будет окей. Тогда действительно все по справедливности. Это у нас же главный тезис. То есть, народ достоин своего правителя, да? Да.